И снова здравствуйте. В конце прошлого ролика я оставил вас наедине с вопросом. Напомню ситуацию. У нас есть тело, которое весит 1 кг. Вот такое. Тело весом в 1 кг. В этом ролике я нарисовал его более аккуратно. Мы находимся на Земле. Это важно, потому что сила тяжести на разных планетах будет отличаться. Как я и говорил, я держу тело. Предположим, что я держу его на высоте 10 м над поверхностью. Т.е. расстояние или высота будет равна 10 м. Также мы предполагаем, что ускорение свободного падения, которое мы записываем как g, будет равно 10 м в секунду в квадрате. Для простоты вычисления мы не берем 9,8. Итак, в прошлом ролике мы узнали, что потенциальная энергия в данном случае будет равна m умножить на g умножить на h, то есть масса в 1 кг умножить на ускорение свободного падения, то есть 10 м в секунду в квадрате. Правда? Я не записываю единицы измерения, чтобы сэкономить место, но вы помните, что на экзаменах их всегда надо записывать. Ну вот, а затем на высоту, то есть на 10 м. Единицы измерения после всех сокращений будут ньютон-метры или джоули, и равно это будет 100 джоулям. Такова потенциальная энергия тела, удерживаемого в данной точке. Возникает вопрос, что произойдет, если его отпустить? Очевидно, тело начнет падать. И не просто падать, оно будет ускоряться по направлению к Земле примерно на 10 м в секунду в квадрате. И непосредственно перед ударом о Землю, тело перед тем, как удариться о Землю, точнее, в сам момент удара, какова будет потенциальная энергия тела? Высота здесь равна нулю, так? Потенциальная энергия равна mgh. Массы и ускорения свободного падения остаются теми же, но высота — нуль. Они умножаются друг на друга, и получается, что здесь потенциальная энергия равна нулю. В прошлом ролике я рассказывал вам о законе сохранения энергии. Она сохраняется. Она не может быть создана или уничтожена. Может только переходить из одной формы в другую. Но здесь мы видим, что тело, у которого только что было 100 джоулей потенциальной энергии, в данном случае — гравитационной потенциальной энергии, а вот здесь у тела нет энергии, или, по крайней мере, у него нет гравитационной потенциальной энергии, и в этом вся суть. Гравитационная потенциальная энергия перешла в другую форму, а именно она перешла в форму кинетической энергии. В данном случае, поскольку потенциальной энергии больше нет, значит, вся она, в количестве 100 джоулей, которые были вот здесь, теперь перешла в кинетическую энергию. Мы можем использовать эту информацию, чтобы вычислить скорость тела, перед самым моментом удара о поверхность. Как же мы это сделаем? Вспомним, какова формула кинетической энергии. Мы вывели ее два ролика назад. Так что, надеюсь, она еще не покрылась для вас завесой тайны. Такие вещи хорошо помнить, а также неплохо помнить, как мы ее получили. А если вы это забыли, верните на два ролика назад. Во-первых, мы знаем, что потенциальная энергия полностью перешла в кинетическую. Поскольку будет 100 джоулей потенциальной энергии, теперь у нас опять будет 100 джоулей. Но теперь вся энергия будет кинетической. А кинетическая энергия равна 1,2 mv². Мы знаем, что 1,2 mv², то есть кинетическая энергия, будет равна 100 джоулям. Чему равна масса? Масса равна 1. Теперь мы можем вычислить v. 1,2 v² равно 100 джоулям. И v² тогда равно 200. Соответственно, v равно квадратному корню из 200. А это будет чуть больше 14. Если быть точным, это 14,1. Таким образом, скорость будет 14,1 mv² и направлена вниз. Такова скорость тела перед самым столкновением с поверхностью. Вы можете сказать, «Здорово, Сэл, это всё, конечно, замечательно, мы узнали ещё немного об энергии, решили эту задачу, и теперь любой может решить подобную с помощью этих формул кинематики. Но зачем ты объяснял нам все эти понятия энергии? Сейчас покажу на примере. Итак, предположим, что то же самое тело, массы в 1 кг, у нас вот здесь, на высоте 10 м над Землей. Но в этот раз я немного изменю ситуацию. Посмотрим, смогу ли я всё это стереть. Нет, это не то. Всё, да, то, что надо. Стираю всё. Замечательно. Итак, то же самое тело, но всё ещё висит в 10 м над Землей. Сейчас я это запишу. Я также держу его и также собираюсь отпустить. Однако в этот раз произойдёт что-то интересное. Вместо того, чтобы уронить его строго вниз, я уроню его на этот ледяной склон. Склон у нас получился с буграми. И вот это конец склона. Здесь у нас Земля. Вот она. Что же произойдёт в этот раз? Высота осталась 10 метров. Это я сейчас подпишу. Надо сменить цвет, чтобы был похож на лёд. Высота 10 метров, но вместо падения строго вниз, тело попадает вот сюда, и затем начинает скользить. Скользит вниз по этому склону. Тогда в этой точке оно разгонится до высокой скорости в горизонтальном направлении. Сейчас мы ещё не знаем, насколько высокой будет эта скорость. И если использовать формулу кинематики, то получится прямо очень большая формула. Вычислить будет сложно. Но... То есть вы можете попробовать, но тут потребуется математический анализ, поскольку угол склона постоянно меняется. А мы даже не знаем формулы угла склона. Придётся разбить его на векторы и делать другие сложные штуки. Решить эту задачу таким способом невозможно практически. Но вот при помощи энергии мы можем вычислить скорость тела в данной точке. Идея остаётся неизменной. Вот тут у нас есть 100 джоулей потенциальной энергии. Это мы уже знаем. Вот здесь... Какова высота над Землёй? Высота будет равна нулю. То есть вся потенциальная энергия исчезла. Как и в прошлом случае, вся потенциальная энергия перешла в кинетическую. А чему равна кинетическая энергия? Она равна изначальной потенциальной энергии. То есть вот здесь кинетическая энергия равна 100 джоулям. Запишем. 100 джоулей. Также она равна 1,2 mv², как и в прошлый раз. И если вычислять v, масса равна 1 килограмму. Горизонтальная скорость будет, как мы уже посчитали, 14,1 метра в секунду. Вместо движения строго вниз, на этот раз тело движется горизонтально направо. Склон я сделал ледяным, потому что хотел убрать силу трения, чтобы энергия не тратилась на нагревание и прочее подобное. Вы можете сказать. Сэл, это довольно любопытно. Получается, что скорость будет такой же, как если бы ты бросил тело строго вниз. Но в чём ещё польза? И вот тут начинается самое интересное. Я не только могу вычислить скорость при исчезновении потенциальной энергии, я могу вычислить скорость на любой точке. Вот что интересно. Любой точке данного склона. Предположим, что когда тело скользит вниз, вот здесь, предположим, что оно находится вот в этой точке. Оно ещё меняет свет во время падения. Да, это тело массы в 1 килограмм, оно падает и скользит вот сюда. И в этой точке оно будет на расстоянии 5 метров над Землёй. Какова будет его потенциальная энергия? Давайте кое-что запишем. Энергия сохраняется, так? То есть сумма изначальной потенциальной и кинетической энергии будет равна сумме конечных потенциальной и кинетической энергий. Их сумме. То есть энергия переходит из одной формы в другую. Какова изначальная общая энергия системы здесь? Потенциальная энергия равна 100, кинетическая — нулю, поскольку тело находится в покое. Я его ещё не отпустил. И до тех пор, пока я его не отпустил, оно будет находиться в покое. Итак, изначальная энергия будет равна 100 джоулям, потому что это равно нулю, это 100. Ещё раз изначальная энергия у нас 100 джоулей. Вот в этой точке чему равна потенциальная энергия? Высота 5 метров. Масса умножить на ускорение свободного падения и на высоту. Масса равна единице умножить на ускорение 10 метров в секунду в квадрате. Умножить на высоту, на 5, то есть 50 джоулей. Такова потенциальная энергия в данной точке. И здесь должна быть какая-то кинетическая энергия, поскольку есть скорость примерно в этом направлении. Плюс кинетическая энергия в этой точке. А мы знаем, что энергия не исчезает, а только меняет форму. То есть общая энергия всё ещё равна 100 джоулям. То есть что происходит? Мы считаем вот это… Тут всё просто. Отнимаем 50 с каждой стороны. И таким образом кинетическая энергия будет равна 50 джоулям. Что произошло? На полпути вниз половина потенциальной энергии превратилась в кинетическую. Знание о том, что кинетическая энергия равна 50 джоулям, мы можем использовать для того, чтобы вычислить скорость в данной точке. 1,2 mv² равно 50. Масса равна единице. Умножаем обе части уравнения на 2. Получаем v² равно 100. Скорость спуска по этой безумной ледяной горке равна 10 метрам в секунду. Да, хотел бы я посмотреть, как вы решите такую задачку при помощи традиционных формул кинематики, особенно учитывая, что мы ничего не знаем о поверхности этого склона. Вот было бы интересно. И даже если бы мы знали, вычисления были бы в миллион раз сложнее, чем когда мы использовали закон сохранения энергии, согласно которому в этой точке половина потенциальной энергии перешла в кинетическую, и этот процесс продолжается по ходу всего спуска. До встречи. Продолжение следует...